Сегодня на пленарном заседании будет рассматриваться один, пока вот расскажу, закон от нашей фракции в Государственной Думе. Это закон о социальной поддержке самой бедной части населения. Вообще очень странно. Страна Россия есть, деньги есть, зарплата есть, а бедных нет даже в законодательстве определения. А кто такой бедный человек? Кризисное состояние в России, если и говорит господин Медведев и президент, что все стабилизировалось, экономика полезла вверх, а люди в карманы засунули руки и смотрят, а денег-то нет. Бедность колоссальная. Только по официальной статистике 20 с лишним миллионов, это официальная статистика, она лукавая, 20 с лишним миллионов граждан живет за чертой бедности. Не замечать это мы считаем преступлением, самым настоящим преступлением. Поэтому был подготовлен и внесен закон о том, чтобы поддержать эту самую бедную часть населения. И расчет очень простой. Есть прожиточный минимум. Если все доходы в семье ниже этого прожиточного минимума, а мы берем еще коэффициент 1,3, то есть не просто прожиточный минимум, а 1,3, тогда еще можно корку с хлеба купить в магазине с молочком и как-то выжить. Вот эту норму мы вводим в закон, и если в семье этот доход ниже, чем прожиточный минимум и умноженный на коэффициент 1,3, то перечисляется на социальную карту гражданам помощь из бюджета федерального и регионального. Значит, эта помощь может тратиться только на продукты питания, только на товары первой необходимости, отечественного производства. Ни в коем случае нет там возможности купить алкоголь, табак и нет возможности обналичить и пойти на рынок там поспекулировать. Вот эту норму мы считаем, что надо вводить, потому что смертность увеличивается, она официально увеличивается, количество бедных увеличивается. За последний только один месяц долги по заработной плате увеличивались более чем на 60 миллионов. А общая сумма долгов по Российской Федерации, она превысила уже 4 миллиарда рублей и все растет. А у нас, говорят, все прекрасно, все замечательно, экономика растет, зарплата растет, а рабочие места сокращаются, доходы сокращаются и долги растут. И плюс еще это бедно. Поэтому данный закон мы будем настаивать на том, чтобы его сегодня приняли как концепцию и быстро приняли во втором и третьем чтении, чтобы помочь и в том числе увеличить покупательную способность граждан Российской Федерации. А увеличивая покупательную способность, тем самым мы помогаем бороться с кризисом экономическим, потому что люди, получив средства, пойдут в магазины, купят товары, а значит полки складов с товарами будут уменьшаться, количество этого товара и начнет развиваться производство. Поэтому будем наставить принимать этот закон. И второй вопрос, сегодня наша фракция готовит протокольное поручение по вопросу, который сегодня волнует миллионы граждан, это минирование магазинов, торговых площадей, библиотек, школ и отсутствие, мы считаем, действенных мер со стороны силовых структур, а это ФСБ, Следственный комитет, полиция. У нас силовых структур столько, что прокормить уже бюджет не может. Идут, каждый день идут в СМИ только, идут сообщения, заминировали магазин, значит, эвакуировали людей. Только посредством массовой информации более, более 400 тысяч граждан Российской Федерации подверглись вот этой эвакуации. У нас что, Великая Отечественная? У нас что, Первая мировая? У нас что, нашествие татар-монгол? Почему не принимает смерть силовиками? Они деньги получают, причем хорошие деньги. Мы считаем, в этом протокольном поручении будет запрос о том, какие меры принимаются, чтобы граждане спокойно у нас жили. И, заходя в магазин, не думали, что скоро надо будет бежать оттуда. Путин сказал, что надо насильно заставить граждан Российской Федерации заниматься физкультурой. Что, они вот этим насильно теперь загоняют их бегать из магазинов, заниматься физкультурой? Позорище, самое настоящее. Мы зачем приняли закон Яровой? У нас уже и подслужка, и подсмотр, уже и в постель залазят, так сказать, подсмотреть. А это не могут выяснить, кто он. Вот эти провокации, это самая настоящая провокация. Это террор. Террор граждан Российской Федерации. Молчание и непринятие мер силовиками о том, чтобы спокойно граждане жили на территории Российской Федерации, тоже считаем преступным. Это надо пресекать. Будем вызывать на ковер силовиков, чтобы они отчитались о принимаемых мерах. Сегодня будет рассмотрено несколько еще резонансных законопроектов. КПРФ, фракция КПРФ имеет свою позицию по каждому из них. Одним из самых важных законопроектов сегодня будет внесение изменений в закон о государственной социальной помощи. Я напомню, что сегодня есть ежемесячный норматив, который утверждает Госдума, на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения наших льготных категорий. В основном это инвалиды, в том числе и дети-инвалиды. Сегодня предлагается передать право по установлению этого норматива от Государственной Думы к правительству Российской Федерации. На наш взгляд совершенно необоснованный, но логичный в кавычках шаг в рамках продолжения вот этой всей монетизационной эпопеи, которая идет с 2004 года. Я напомню, именно тогда была предложена монетизировать льготу. С тех пор она повысилась и сегодня составляет 807 рублей на человека в месяц. При том, что средняя стоимость рецептов, даже официально признаваемым правительством, 1200 рублей. А реальная потребность на каждого льготника, который остался в системе и не отказался, от нее сегодня 3000 рублей. Поэтому можете считать сегодня в три раза ниже тот норматив, который устанавливает Государственная Дума, хотя бы обсуждая и хотя бы взвешивая и стоимость лекарств, и официально уявленной инфляции, и потребности граждан, сегодня предлагается полностью Государственную Думу устранить из этого процесса. То есть правительство Российской Федерации само будет устанавливать этот норматив, доводить его до регионов, а ситуация по большому счету сегодня критическая. Критическая, потому что те деньги, которые сегодня выделяются, это 40 с небольшим миллиардом, повторяю еще раз, закрывают в лучшем случае 50% потребностей. Регионы прибегают к самого разного рода ухищрениям для того, чтобы формировать хороший отчет. Это и блокировка выписки лекарственных препаратов через специальные информационные системы. Ряд регионов предложил такой механизм, абсолютно незаконный, уже отмененный в некоторых из субъектов при помощи прокуратуры. Спасибо ей за это. Некоторые регионы просто не разрешают и созданы такие условия врачам выписывать необходимые лекарственные препараты. И эти препараты не выписываются, соответственно, в отчетах. У нас сегодня нет необеспеченных рецептов, но ситуация сегодня действительно катастрофическая. Ситуация горячая. Признавать ее, к сожалению, сегодня ни Минздрав, ни правительство Российской Федерации не желают. Более того, вот такими действиями части изъятия у Государственной Думы полномочий по контролю и по принятию этого норматива, оно еще больше уходит от решения проблемы. Еще один законопроект, который сегодня поддержит КПРФ, это законопроект наших коллег из Архангельского законодательного собрания о том, чтобы инвалидам, семьям имеющих инвалидов, предоставить сегодня льготу по строке ремонта и содержания жилья, независимо от вида жилого фонда. Я напомню, что в настоящее время только инвалиды, проживающие по договорам социального найма или семьи, имеющие инвалидов, имеют право на 50-процентную компенсацию, в то время как те, кто проживает в приватизированных квартирах, сегодня такой льготы не имеют. Архангельская Дума сегодня, так же, как и еще ряд было до этого инициатив, предлагает восстановить эту социальную справедливость и не наказывать семьи инвалидов, не наказывать вообще инвалидов за то, что они проживают в приватизированном жилье. Тем более, это более выгодно сегодня государству, потому что не приходится в данном случае нести расходы муниципалитетам, частью уплаты капитального ремонта, возникает еще ряд дополнительных плюсов именно для муниципальной власти и властей региона. Однако, к сожалению большому, правительство Российской Федерации вновь предоставило отрицательный отзыв на данный законопроект, о принятии которого просят многие регионы. Я уже не говорю про то, что все сегодня существующие общественные организации инвалидов неоднократно, постоянно заявляют о необходимости принятия этого кардинального закона. Мы поддержим наших коллег, надеемся, что остальные наши коллеги тоже будут с нами едины. И третий законопроект, это законопроект миссионной фракции КПРФ о введении моратория на ликвидацию медицинских учреждений в сельской местности. Я напомню, что сегодня, к сожалению, это вакханалия с сокращением, с ликвидацией, с оптимизацией медицинских учреждений, привела к тому, что 30 тысяч населенных пунктов Российской Федерации не имеют вообще никаких медицинских пунктов. Она привела к тому, что доступность медицинской помощи падает каждый день, и не принимать по этому поводу каких-либо мер, на наш взгляд, это преступление. Поэтому мы предлагаем на год заморозить все решения, которые принимают органы государственной власти регионов о ликвидации таких учреждений, и о сокращении медицинских работников. И после того, как правительство внесет ясный, понятный механизм контроля за такого рода сокращениями, контроль за доступностью, только после этого вернутся уже к этим процессам. Где-то они идут неизбежно, где-то они нужны, а где-то, еще раз повторяю, они происходят исключительно с желанием сократить финансирование, сэкономить, но экономят в данном случае на людях, экономят на их здоровье и на их жизнях. Редактор субтитров А.Семкин